история про настроение в крыму это в значительной степени еще и вопрос о том как работают средства массовой информации когда они перестают быть средствами массовой информации а становятся средствами массовой агитации в конце февраля то есть середина февраля где-то числа до 20 там какого-то проводилась очередная волна социологических исследований в разных регионах украины и вопрос там был связан об отношении жителей этих регионов украины к возможному там объединению их регионов с россией вот самый неблагополучный с точки зрения украинской интеграции как бы регион под названием крым показал 41 процент выступающих за какую-то форму объединения с россией это очень высокий процент и он конечно связан там из истории с тем как крым попал украину но все это было феврале все это было до того как были приняты здесь в россии соответствующие решения значит сначала совет федерации одновременно появились там вот эти странные люди в зеленой форме без опознавательных знаках которых сразу распознали российских военных и вот началась вся эта вся эта свистопляска которая сопровождалась массированной вообще самой массированной на моей памяти пропагандистской атакой всех телевизионных каналов со всеми вытекающими из этого последствиями старая тяга к тому чтобы особенно у людей в возрасте к тому чтобы быть плотнее связано с россией и вот эта массированная пропаганда вплоть до запугивания до истерик женщин о которых которых я слышал я слышал просто эти рассказы судя по всему они приведут к тому что крымское население на референдуме проголосует за вхождение в состав россии вообще самая главная задача это попытаться удержать ситуацию хотя бы в мирном в мирном поле потому что вы так все представляете там есть украинские войска которым даны указания не дай бог не сделать первый выстрел есть наши военнослужащие которые пока что без знаков отличия но это представители там таких разведывательных подразделений спецназовских и десантного спецназа то есть такие довольно грамотные обычные ребята которые блокируют сейчас украинские части под видом сил самообороны крыма так но им тоже вроде бы не даны указания стрелять но но нервы напряжены и еще к тому же возможна провокация главная идея это уберечь от какого-то несанкционированного начала вооруженного конфликта самое главное что это нарушение целого ряда договоров соглашений вот и запад настроен на очень жесткую реакцию на нарушение этих этих международных соглашений и на то что в общем-то они не называют сейчас в официальных переговорах агрессии но то что с их точки зрения таковой является поэтому если развитие событий будет продолжаться потому сценарию которые вот в частности описаны которые к сожалению является наиболее вероятным то есть 21 числа собираются дума и в ответ на обращение парламента крыма принимает быстро там в трех чтениях они это умеют они умеют быстро работать когда намекаешь так надо делать вот они примут решение об облегченном вхождении субъектов новых субъектов федерации вот и тогда начнется юридическое вот это вот цепочка действий по вхождению это будет сигналом для объявления санкций санкции будут очень жесткими они в первую очередь будет касаться визовых и всяких банковских санкций в отношении тех кто причастен к принятию этого решения сам крым это тяжелая история потому что туда надо туда надо много вкладывать а поскольку данные обещания вот их надо выполнять и ясно совершенно что бюджет там будет уже чуть не в два раза больше чем тот который они получили от украины отношения с украиной надолго испорчены это при том что связи наши конечно исторические очень активные человеческие масса людей имеет родственников ездят друг другу ездят на работу и миллион тут всего я не сомневаюсь что на первых порах и население россии поддержит эту акцию потому что пропагандистская накачка в нашей стране она всегда очень сильно влияет на изменение настроение поэтому я вот жду опросов общественного мнения я подозреваю что здесь поддержка объединение с братским народом крыма она тоже тоже на первых порах вызовет только одобрение зачем вопрос такой что делать уж никто из руководителей он же не сказал зачем мы что слышали выступление президента путина или мы слышали выступление премьера медведева или министра обороны шойгу которые нам бы сказали а зачем это это все приходится гадать сопоставлять и опираться на свой опыт и на аналитические способности если таковы есть я уверен что в главе угла стоит проблема одновременно явного так сказать дрейфа поддержанной большинством то есть вне всякого сомнения большинством украинского населения дрейфа в сторону европы которые предполагают правда где-то там там в отдаленной пока что перспективе наверное и вхождение в структуры на европы ну две основные структуры есть одна из них это военно-политическая структура под названием нато другая структура называется евросоюз путь невероятно долгий потому что условия вхождения в такие организации очень жесткий страна должна к этому подготовиться но вектор как-то вот он так понятен я думаю что для тех кто просчитывает судьбу наших военных баз базирующих ну баз в севастополе там балаклаве балаклава тоже часть теперь севастополя нашего черноморского флота вот видимо им не очень нравится перспектива того что через какое-то время там вот эти харьковские соглашения подписаны с правительством в общем-то нелюбимого в кремле януковича что эти харьковские соглашения будут в общем разорваны так и видимо есть опасения того что будут проблемы с базированием черноморского флота я думаю что переговоры которые сейчас идут между кири и лавровым а также некоторые другие переговоры по поводу регулирования в значительной степени идут вокруг того чтобы попытаться гарантировать россии ну то есть не брать крым но гарантировать гарантировать севастополь в качестве опорной базы черноморского флота какими-то международными соглашениями и и и и и и